Матч в Новосибирске для Петереса Скудры был принципиальным вдвойне, ведь совсем недавно прибалтийский наставник Торпедо входил в тренерский штаб Сибири. В межсезонье, кстати, в автозаводский клуб СМИ сватали самого Дмитрия Квартального, но у руля белосиних встал все-таки Скудра. К сожалению, возвращение в некогда родные стены Новосибирской ледовой арены для него вышло не совсем радостным. Хотя начиналось все вполне неплохо. Автозаводцы открыли счет уже в начале второй минуты матча. Денис Паршин грамотно распорядился выверенной передачей Сакари Салминна. В дальнейшем торпедовцы продолжили натиск на ворота Мика Коскинина, но в завершении атак или не хватало точного броска, или удары парировал галкипер Сибири. Воудушевленные великолепной игрой вратаря, хозяева площадки первой же опасной вылазкой в зону торпеда смогли сравнять счет. Причем в этом моменте они удачно воспользовались ошибкой гостей. Во втором периоде соперники продолжили демонстрировать равную игру, но нижегородцам снова не везло в завершении атак. А вот команда Квартального на 32-й минуте удачно разыграла отложенное удаление у торпеда. 2-1. Вернуть надежду присутствующим на матче болельщикам автозаводцы могли под занавес второго периода, когда получили двойное численное преимущество. Безрезультатно. Формат плюс 2 перетек в заключительную 20-минутку. С тем же результатом, то есть без голов. Реальный шанс вернуть паритет был у Сакари Салменина, когда он за 5 минут до сирены мощным броском попал в штангу. Вот уж не везло в этом матче нижегородцам, так это не везло. Дополнительной пилюлей разочарования стал третий гол уже в пустые ворота торпеда. В итоге 3-1 в пользу Сибири. Автозаводцы с этого трудного выезда привезли только 5 очков. Теперь предстоит 4-х матчевая домашняя серия. Ближайшая игра в пятницу 22 ноября. Принимаем Хабаровский Амур. Эту встречу телерадиокомпания ННТВ покажет в прямом эфире. Григорий Ажигин. Объективно. Спорт. ННТВ.